Техно-елка. Так называется конкурс предновогоднего креатива. В Могилёве он добрая традиция. В этом году больше трёх десятков технических идей, воплощённых в елках. Мы когда открываем, начинается, выезжает такая конструкция, и начинается волшебство. Хоровод, бумажные куколки. Детки вот сконструировали. Бьётся лёгкий вечерний снежок. Трудно представить, что эту шкатулку с секретом сделала ученица первого класса Дарья Шибека. И корпус напечатала на 3D-принтере, и продумала механику, развела электрику. Ну, похоже на ёлку. Но и сразу видно, что это техническая, да? А чтобы подтвердить это, она вот работает в разных режимах. А рядом соседки-конкурентки. Одна вращается, вторая поёт, а третья не просто сияет, а демонстрирует оптическую иллюзию. Смотря вот на эту выставку, понятно, что дети у нас креативные, педагоги и родители, потому что такие произведения искусств можно сделать только сообща, только вместе. Техноёлка 2020 впервые прошла без её главных участников – детей. Формат конкурса скорректировал ковид. Но это не помешало юным новаторам воплотить свои идеи в жизнь. Даже из микроволновки сделали новогодний гороскоп. Это идея учеников 39-й школы. Печь разобрали, а вращающийся механизм подключили к электричеству. Подставка готова. На уроке труда создали зверушек, украшения и свет. Подсвечник тоже готов. Из многообразия работ выбрать лучшую очень сложно. Мне понравился из карандашей. На неё, может быть, никто не обратил внимания, но она такая вот остренькая, разноцветная, настоящая красавица. Практически все работы в десяти номинациях получили награды. Лучшие ёлки представят на областном этапе конкурса. Замечательная работа. Очень нравится мне, как Дедушке Морозу. И каждый год не перестают удивлять фантазии своей творчеством. Здесь вообще красота, понимаете. Глаза разбегаются. И просто сразу такой восторг кажется. Вот да, вот это Новый год. И хоть до него ещё полтора месяца, у могилёвских школьников украшения уже готовы.